Движение бегом по всему полю В следующем упражнении мы заносим ногу и подпрыгиваем При этом введем шайбу из стороны в сторону Вот так Когда вы переносите внешнюю ногу вот так, передвиньте шайбу вровень с этой ногой Вот так При выполнении следующего упражнения требуется особая сноровка Подобную технику тренировок используют в европейской хоккейной школе Суть упражнения заключается в том, что тело игрока наклоняется в другую сторону от шайбы Так, вместо того, чтобы передвигать шайбу на одну линию с ногой во время перекрещивания Мы передвигаем ее в противоположную сторону Когда мы подпрыгиваем и заносим ногу Мы отводим шайбу в другую сторону С неудобной стороны лучше вести шайбу одной рукой, а с удобной двумя Вот так Подпрыгиваем, отводим шайбу А сейчас выполним еще одно сложное упражнение Его используют в русской хоккейной школе Это прыжок двумя ногами с отводом шайбы в противоположную сторону Не требует разъяснения Смотрим Теперь переходим к самому сложному упражнению на боковое маневрирование Эта техника пришла к нам из Европы В частности, из Швеции И заключается в изменении направления движения в верхней и нижней части тела Как это делается? Наклоняем тело в одну сторону Отводим шайбу в другую Останавливаемся на одной ноге на внешнем ребре конька В замедленном виде шайба повторяет движение тела Она находится перед игроком Делаем шаг Делаем второй И отводим шайбу в этом направлении В то время как тело наклоняется в противоположном Перешагиваем и поднимаем вот эту внешнюю ногу Шайба уже перед собой Делаем шаг Другой Наклон в другую сторону Теперь быстрее Посмотрите Наше следующее упражнение Родом из Швеции Скрестный шаг в удобную сторону Затем прыжок И далеко отводим шайбу в противоположную сторону Вот так И еще одно сложное упражнение на боковое маневрирование Но теперь с использованием клюшек Теперь нам предстоит делать скрестный шаг в ограниченном пространстве Нужно быть последовательным И следить за координацией движений рук и ног во время дриблинга В последнем упражнении мы будем одновременно вести шайбу И переступать через 15-сантиметровые препятствия Это очень сложное упражнение Сначала покажу в замедленном виде Вам требуется пройти 5 мини-препятствий с крестным шагом Не потеряйте равновесие А теперь с нормальной скоростью Вот это выглядит как в пол-спе Все эти упражнения на боковое маневрирование предназначены для того, чтобы игроки научились выполнять вещи более сложные, чем те, с которыми они реально столкнутся в игровой ситуации Конечно, освоив технику скрестного шага, прыжков двумя ногами, переноса шайбы в другую сторону во время прыжка, вы легко сможете выполнить обычный скрестный шаг во время игры 2-3 шага в одну сторону и 2-3 шага в другую После всех предыдущих упражнений этот шаг покажется очень простым Главное, чтобы вы смогли с той же легкостью применить его в игровой ситуации Обычный скрестный шаг Посмотрите Продолжение следует...